Друзья, рады приветствовать всех, кто к нам только что присоединился. Вечер на Спасе продолжается. Меня зовут Алена Кулешова. Напоминаю, что сегодня на все ваши вопросы отвечает протеерей Александр Никольский. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот сегодня весь эфир говорим на очень серьезные, важные, тяжелые темы. И каждый человек, который так или иначе вовлечен в это все, думает, а чего Господь хочет от меня? Вот ситуация непростая. Как понять его замысел обо мне в этой ситуации? Чем я могу помочь? Вот такой вопрос, он вроде бы простой, но с другой стороны каждый пытается для себя найти ответ. Что посоветую? Вот о современной жизни ситуации имеется в виду, да? Вы знаете, у каждого есть свой талант. Это и нам говорится священное писание. Кто молитвенник, кто учитель, кто добродетель. Вот надо начать что-либо делать. Вот как человек определяется с талантом светским? Он живет, он что-то делает, что-то у него хорошо начинает получаться. И он понимает, что инженер, адвокат, юрист, врач, художник, ведущая. Сама жизнь, которую направляет Бог, сам промысл Божий, он человека выводит на тот талант, который Бог ему дал. Раз Бог ему дал этот талант, значит, он не может не вывести этот талант с какими-то течениями, событиями жизни. Поэтому, ну, насколько нам Бог, к сожалению, не говорит, силу нашей греховности вот так напрямую, значит, мы должны начать исполнять Евангелие. И что-то у нас начнет получаться хорошо. То есть быть очень внимательными. Да, что-то начнет получаться хорошо. И вот то, что начнет получаться хорошо, именно в духовной сфере, в сфере делания добра, вот это и есть твой талант. Ты сам почувствуешь, что это получается, и ты получаешь внутреннее творение. Не просто внутреннее творение такое чисто эмоциональное, психологическое. Ты почувствуешь, что ты получаешь благодать Божью. Потому что талант тебе дан для того, чтобы ты заработал, так можно выразиться, благодать Божию. А вы знаете, я сталкивалась с таким часто, когда люди говорят, если все идет хорошо, если мне все легко, это удается, что-то здесь не так. Настоящее дело должно быть с преодолением. Нужно пройти там семь раз какие-то там реки, горы и все остальное, чтобы действительно был правильный результат. А когда все легко, это все не то. Знаете, мы живем в мире греха, и мы сами грешники. Поэтому легко гарантированно не будет. Это может быть какой-то короткий период жизни. Когда действительно кажется, что легко. Иногда Бог как раз, чтобы тебе показать, где у тебя, какую делянку тебе делать, где у тебя талант. Иногда тебе действительно устраивает такое тепличное условие, что ты почувствуешь, что да, вот здесь это мое. Но на самом деле легко не будет. Но человек талантливый, он своим талантом преодолевает все трудности. Это можно взять даже людей светских, светским талантом. Маносов, посмотрите, его жизнь. Любого человека такого талантливого. Так вот, человек преодолевает своим талантом. И он чувствует, что это он преодолевает не просто даже один. То есть это не просто его талант, его личное состояние. Это талант, данный ему Богом. Он, преодолевая трудности со своим талантом, он чувствует, что Бог с ним. Бог с ним в этот момент. Что они вместе реализуют свой талант. И чем труднее бывает ситуация, и чем человек труднее ее преодолевает, тем на самом деле талант все более и более развивается. И он все более и более получает, на самом деле, не просто внутридворение, а преображение своей души. Не боимся трудностей. Отец Александр, у нас есть видео вопрос. Друзья, напомню, что свои вопросы можете присылать. С удовольствием их озвучим. Сегодня этот вопрос задает Емельян. Давайте послушаем. Баришка, здравствуйте. Меня зовут Емельян. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как полюбить ближнего? Я думаю, вы понимаете, о чем речь. Тяжело уживаться с некоторыми людьми, а тем более их полюбить. Растолкуйте, пожалуйста, и помогите понять, как полюбить ближнего. Спасибо. Очень актуальный вопрос. Да, очень актуальный вопрос. Ну, нам священописание, святоцы как раз это очень хорошо растолковали. Надо начать понуждать себя исполнять святые христовые заповеди. Как бы трудно это ни было. Все святые христовые заповеди говорят о любви. Это, если хотите, конкретизация любви. У нас есть единая заповедь. Возле Бога всем сердце души и ближнее, как сам себя. Но все остальное Евангелие, это вот расшифровка этой основной заповеди, которую дал Христос. И вот о них очень трудно совершать. Но если ты себя понуждаешь, опираясь на веру в Христа, то есть, да, мне не нравится ухаживать за больными. Мне, ну, может, я брезгую или еще что-то, но я себя заставляю. И в какой-то момент я почувствую к этим больным любовь. Мне не нравится, там, терпеть людей с плохим характером. У нас всех плохих характеров. Мы все время должны друг другу терпеть. Да, есть такой тема. Да, но, особенно в семье. Но я себя понуждаю, молюсь Богу, прошу помощи мне немощному, который объективно не имеет этих сил духовных, чтобы это выдержит. Но я пытаюсь это делать, пусть очень плохо, молюсь, и я чувствую, как сила Божия начинает меня постепенно изменять. Но мы ведь все современные люди, по крайней мере, сейчас находимся в такой любовной ловушке. Поскольку любовь это стало неким товаром, который можно продать в кино, в литературе. Мы все находимся в некой прелести о том, что такое любовь. Поэтому все мы ждем чувства. То есть, если мы не испытываем чувства по отношению к этому человеку, мы не понимаем, как можно молитвой добиться любви. Не люблю я тебя. Вот как, начав молиться, почувствовать это в себе? Мы не можем этому довериться даже. Поэтому вот как объяснить, что такое любовь здесь и сейчас? Ну да, это, прежде всего, имеется в виду как раз такие межличностные отношения, мужчины и женщины, чаще всего. И даже близких людей. Да, ну и до близких людей. Но вот даже люди встретились, вроде влюбились, вроде создали семью, так сказать. Потом вот происходит то, что вы говорите. Они в какой-то момент начинают ненавидеть друг друга. Почему? Именно потому, что они требуют любовь от другого. Они пытаются сделать так. Вот они понимают любовь, как то, что кто вот он, этот человек, должен мне служить, исполнять мои желания. То есть, на самом деле, человек вот с такой позиции, он говорит, нет, я не люблю. Я все лишь хочу, чтобы мне угождали, иначе говоря, потворствовали моему эгоизму. Сам я любить не хочу. Вот когда он изменит вот такой свой, так сказать, вектор, направит его на себя и скажет, а вот мне бы любовь стяжать. Ведь на самом деле, настоящее чувство, настоящая, так сказать, радость, это когда я люблю. Вот я люблю. И вот когда он это все скажет, ну, без веры здесь, конечно, невозможно. Потому что на что опереться, когда я объективно ненавижу этого человека? Потому что он меня, ну, не понял, оскорбил, об лучших чувствах и так далее. Ну, когда у меня ссоры, например, да, вот там, прям, я думала, что ты такой, а ты, или там, она там такая. Вот на что опереться? Ведь смотришь в себя, не на что опираться. Нету, а мне сил нету. Есть сил, но совсем не те, которые нужны для этого. Вот на веру у Христа. Христос сказал любить даже врага. Христос сказал. И опираясь на веру у Христа, молясь ему, ты вдруг начинаешь понимать, что проблема-то, вот конкретно вот эта ссоры, она не только этого человека. А бывает даже не столько этого человека, а это твоя проблема. Мне одна женщина рассказывала, вот, муж меня страшно оскорбил. Да? Я говорю, а как? Я говорю, как это было? Да так вот. Мы вечером стали говорить, и он в 4 утра меня оскорбил. Я говорю, да знаешь, дорогая, я бы тебе, наверное, раньше оскорбил. Если там 12 часов разговора такого. Если ждешь, всегда это и получается. Да, да, да. Поэтому вот надо, оперевшись на Христа, пытаться стяжать христианскую любовь. То есть вот взять и простить. Вот Бог готов тебе дать силы простить даже виноватого объективно пред тобой человека. И когда ты его простишь и явишь ему свою любовь, вот очень часто оказывается, что этот человек как будто этого ждал. Он вдруг растаивает и начинает тоже любить. Вот у меня был один случай, мне рассказывали. Одна жена, у них было уже лет, наверное, 15 брака. Она еще начала мужа обвинять. Ты такой, 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 такой. Муж слушал, слушал. Говорит, да, ты права. Неинтересно. Говорит, ты права, так думаешь. Да, говорит. Спорить дальше. Справедливо сказала, ты права. После чего жена стала просить у него прощения. То есть вся злоба, которая вызвана, кстати, его же поступком предыдущим, который ее огорчил и обидел, прошла. И она стала просить у него прощения. И потом несколько дней там вот прям, ну, так сказать, пыталась как-то вот все сгладить. Наоборот, была, так сказать, идеальной женой. Понимаете, насколько любовь это сильное оружие. И мы, почему? Потому что это сила Божия, сила благодати, Духа Святаго. И она может сотворить из врага друга. Да, осталось умереть свой эгоизм и начать слышать остальных людей. Ну, не унывать надо, мы все эгоисты, и Бог это знает, и он ничего бы не пришел к нам. Поэтому надо к нему обращаться. Вот Григорий у нас задает вопрос. Как быть, если попадешь в зону боевых действий? Ведь придется стрелять в другого человека. Где Бог в этот момент, и где его любовь? Знаете, надо всегда действовать по совести. Действовать по совести. Вот надо осознать, за кем правда.